Добрейших вечеров, дорогие друзья! Ну что, вот наконец-то мы и добрались до самой главной мышцы нашего человеческого организма. Сердце, друзья, это же не только бездушный насос, который перекачивает кровь, но еще это... Это еще и орган любви и вместилище души, дорогие друзья. Поэтому наша задача сделать так, чтобы условия, в которых наше сердце работает, было идеальнейшими. Поэтому мы должны их ему создать. Итак, друзья, как известно, по последним исследованиям британских ученых, сердце у нас находится внутри грудной клетки, так же, как и легкие. Зависит состояние сердца напрямую от диафрагмы, от подвижности грудной клетки, которая склонна к тому, чтобы эту подвижность терять. И чем хуже ее подвижность, тем больше нагрузка на сердце, тем сложнее работать ему. Вот, например, как вы считаете? В комментариях, ну-ка, напишите, в каком положении сердце удобнее работать? Вот в таком или вот в таком? Как вы думаете? Ну-ка, ответьте на этот вопрос, посмотрим, сколько будет правильных ответств. Ну, понятное дело, что чем грудная клетка скованней, чем хуже подвижность ребер, тем тяжелее работать сердцу. Увеличивается внутригрудное давление, увеличивается внутрибрюшное давление, ограничивается подвижность диафрагмы, тяжелее становится крови венозной вернуться в сердце. Больше давления нужно создать самому сердцу, аорте, для того, чтобы протолкнуть кровь по всему организму, чтобы она у нас во все наши сосуды, во все капилляры поступила. Итак, друзья, сейчас мы с вами начнем создавать идеальные условия для работы сердца, чтобы она бесперебойно могла работать на протяжении минимум 130 лет, и потом еще раз, может быть, после этого упражнения делать, плюс еще 130. Итак, друзья, начинаем мы с вами с вот такого упражнения. Из двух частей будет у нас все состоять. Первое, это мы будем увеличивать подвижность грудной клетки воздействием на мышцы, на сами ребра, на межреберные мышцы, на участки соединения ребер с грудиной. Вот эти вот, видите, хрящевая часть ребер, она со временем тоже подвижность теряет и даже окостеневает. Никакой подвижности вот здесь не остается. Мы с вами увеличим подвижность диафрагмы, сделаем ее более эластичной, потому что когда диафрагма теряет свою подвижность, теряет эластичность, это не только для сердца плохо, но и в том числе для органов живота, и таким образом у нас такой будет эффект многоэффектный. И, конечно же, специальные упражнения, которые не только увеличивают подвижность грудной клетки, но и напрямую положительно влияют на работу сердца, облегчают его работу и одновременно тренируют так, как это необходимо. И также рефлекторное воздействие на сердце, которое улучшает кровоснабжение самой сердечной мышцы с помощью рефлекторного воздействия. Увеличивается кровоснабжение самого сердца. Таким образом, это мы с вами делаем еще и профилактику инфаркта. Итак, друзья, первое, что мы сделаем, нам нужно устранить все болезненные точки вот здесь вот, по бокам от грудины, между ребрами, вот здесь вот эти вот промежутки. Здесь нам нужно поискать болезненные участки. Вот у нас грудина посередине, вот ребра, и нам нужно найти вот эти вот промежутки с вами. И находим с вами болезненные участки. Сначала просто пройдитесь по ним руками, и будут более болезненные такие места. Они могут быть несимметричными, могут быть с одной стороны болезненность больше, чем с другой. И вам нужно вот эти вот все участки проработать. То есть можно это делать большим пальцем, можно другими пальцами, можно одновременно сразу с двух сторон, если удобно. И вот таким вот образом нашли болезненную точку, надавили на нее, и держите в течение 10-15 секунд. Потом переходите к следующей. Можно в движении это делать. То есть вы можете надавить и держать, можно немножко подвигать. Вот так вот вправо-влево. И вот таким вот образом, вот ваша задача, могут быть места очень болезненные. Там, где болезненность больше, это вот как раз проблемные места, которые влияют в том числе на циркуляцию крови в самом сердце. Воздействуя на эти места, вы как раз улучшите кровоснабжение самой сердечной мышцы и облегчите ей работу. Потому что инфаркт как раз связан у нас с тем, что нарушает кровоснабжение самой сердечной мышцы. Так каждый участок вот этот вот болезненный проработали. Там, где болезненность больше, там останавливается вы чуть дольше. В среднем каждую вот эту вот точку нужно массировать в течение 30 секунд примерно. Следующим этапом мы с вами воздействуем на диафрагму. Начинаем вот с этого участка, вот между мечевидным отростком, грудины и ребром. Тоже нужно найти вот такой вот участок, чаще всего он болезненный. Вот здесь вот он находится. И тоже вы на него нажимаете и держите. Держите в течение тоже 20-30 секунд с одной стороны и с другой стороны. Здесь таким образом вы расслабляете диафрагму. Воздействуя вот на этот участок, возникает приток крови, улучшается отток лимфы, от диафрагмы, отечность, если есть какие-то застойные процессы. Все они активизируются, улучшается состояние кровеносной лимфатической системы вот в этой области, в области самой диафрагмы. Потом вы уже начинаете вот вдоль ребер тоже искать вот эти болезненные участки и также их прорабатываете прям вдоль ребера вот здесь вот. То есть первое это посередине вы проработали вот эти вот две точки с одной стороны, с другой стороны тоже нажали, подержали, нашли самый болезненный участок. И следующее вы это уже делаете вдоль ребер вот здесь вот. Сначала вы должны проработать вот эту вот всю зону по самому ребру справа и слева, убрать все болезненные точки, которые там есть. На это уйдет примерно у вас дня два-три и потом уже можно воздействовать вот сюда под само ребро. То есть пальцами вы под ребра вот сюда можете залезть и таким образом уже непосредственно на саму диафрагму вот вы видите воздействуете. Здесь вы пальцами сюда залезли, можно это сидя или лёжа делать, лёжа даже удобнее первое время. Если особенно диафрагма сильно напряжена, лучше делать лёжа, менее болезненно это будет. Тоже нашли болезненный участок и держите в течение примерно 10-15, ну максимум там 30 секунд. Тоже с одной стороны, с другой стороны. Может быть неравномерная болезненность и справа, и слева. Там, где болезненный участок, ну боль больше ощущается, там вы подольше остановитесь. И прорабатываете вот так вот уже изнутри. То есть вы должны ребро как бы изнутри вот здесь вот потрогать по всей длине его. Итак, после того, как мы вот это вот с вами сделали, улучшили приток крови к сердцу самому, расслабили немножко диафрагму, теперь мы приступаем к самому упражнению, которое у нас будет восстанавливать подвижность нашей грудной клетки и непосредственно воздействовать на сердце, улучшая приток крови к сердцу. Таким образом мы будем тренировать с вами сердечную мышцу. Для этого упражнения нам с вами понадобится оранжевое полотенце. Его мы с вами будем использовать на протяжении всего упражнения. Не так, вот так вот вы его берете в руки. Ложимся на пол, на полу можно делать это упражнение. Вытягиваем вот так вот руки вперед, вот так с вами. И теперь поднимаем с одной стороны руку, но при этом немножко вот натяжение полотенца вам надо сохранить. Подняли, опустили. Вторая рука должна на пол опираться у вас. То есть одной рукой, кистью вы держите и опираетесь на пол. Вторую руку поднимаете. Можно сделать сначала в одну сторону. Повтору в 10. Здесь в этом упражнении спина тоже сильно напрягается. И в другую сторону тоже. Потом попеременно в одну сторону подняли, в другую сторону. Голову можно тоже или поворачивать, или можете прямо постоянно смотреть. Можно вниз смотреть. В общем, куда хотите смотреть. Здесь главное, чтобы у вас рука достаточно высоко поднялась с одной стороны, с другой стороны. Вот такое упражнение, друзья. Попробуйте. После этого встаем на ноги аккуратно. И сразу чувствуем, что нагрузка вот отсюда уходит. Гораздо легче становится у грудной клетки дышать. И вот здесь вот свежесть вот такой почувствуете в области как раз сердца, диафрагмы. Потому что возникает приток крови новой, отток крови старой. И вот в такой последовательности это все надо сделать. Сначала нужно проработать межреберные промежутки. Потом проработать диафрагму. И потом вот это движение уже немножко нагрузить мышцы спины. Вот здесь увеличить подвижность грудной клетки. То есть это все в комплексе вот так воздействует. Для тех, кому это упражнение делать сложновато, но все равно те, кто хочет своему сердцу улучшить жизнь, улучшить состояние своего сердца, кто хочет, для них облегченный вариант для вас. Тоже о вас заботится. Вот так вот около стены руки ставим. Растянули тоже полотенце. И то же самое делаем, но около стены. Видите, вот назад, назад делаем движение. Вот сюда. Вот такое вот движение. Здесь тоже у вас будет растягиваться вот здесь вот все. Увеличиваться подвижность ребер, грудной клетки. Дыхание, кстати, тоже положительно очень вот это упражнение на дыхание влияет. Потому что легким гораздо легче работать, кислород в себя втягивать. Углекислый газ выдыхать. То есть вот такой облегченный вариант. Тоже кому сложный, трудновато делать, вот это тоже пробуем. Ну что, друзья, почувствовали, да, как уже бьется ваше сердце? В такт, в ритм, в унисон. Все подписчики друг с другом уже одновременно сердечный ритм отбивают. Ну что, друзья, пишите в комментариях, как ваше впечатление от обновленного сердца у вас сейчас чувствуете? Нет же, как там душа внутри сердца уже радуется или пока еще нет? Ставим, в общем, пишем и подписываемся. Комментарии, лайки. И занимаемся спортом, помогаем родителям. До новых передач. До новых передач. Субтитры сделал DimaTorzok